Отучился 9 классов, пошел в поварское училище. После первого курса уже пошел на практику. Меня пригласили работать поваром. Много работал, просто трудолюбивый. Поработал в нескольких ресторанах с ушефом. Предложили стать шеф-поваром в небольшом кафе в пиццерии. После чего были уже рестораны премиум класса. Ездил в Сочи, открывал рестораны. Спустя какое-то время стал шеф-поваром известного ресторана в Москве. Линейный персонал, то есть простой рядовой повар, он не занимается ни заказом, ни приемом товара. Это уже делает руководящий состав. Шеф-повар этим не занимается. Это делает его зам, су-шеф. Лицо материально ответственное. И в его интересах проверить все по накладной, по весу, чтобы все сходилось. Ну, если шеф-повара нет на месте, соответственно, его зам, су-шеф, полностью замещает его обязанности. Такого не может быть, чтобы ни шефа, ни су-шефа не было на кухне. За креатив, за меню отвечает шеф-повар. Профессия очень многогранная. Нужно приготовить вкусное блюдо, интересное, чтобы понравилось гостю. Но также еще построить кухню, подобрать под стиль ресторана посуду, чтобы все это гармонично смотрелось. В принципе, собрать небольшую кухню, построить, это, наверное, где-то от трех и до десяти миллионов. По поводу зарплаты, ну, средняя, так, наверное, все-таки 90, где-то 100 тысяч рублей. Шеф-повар может везти несколько объектов. Он уже считается бренд-шефом. Зарплата может и до миллиона не уходить. Много разных, конечно, ситуаций бывает, когда какой-то банкет хочет подольше погулять. Персонал остается на кухне и продолжает работать. Людям все это время оплачивается. Все время рабочее происходит на ногах. Хочется всегда работать на новом, дорогостоящем, хорошем и качественном оборудовании. Штрафы в основном бывают за порчу продуктов. На всех заготовках, продуктах стоят сроки реализации. Если повар халатно к этому отнесся и не проконтролировал этот момент, то, соответственно, он это и оплатит. Есть еще на позициях стоят старшие смены. Для того, чтобы было проще понять, кто испортил продукт или кто сделал неправильную заготовку. Если, допустим, гостю принесли блюдо, он где-то 20-30% съел, далее он там куда-то отошел, вернулся и попросил официанта подогреть ему. И повара прогревают, добавляют соус и выкладывают, как будто его сделали заново. У поваров есть свои ножи. Кто-то очень щепетильно к этому относится. Если я увижу, что кто-то выставляет блюдо, и оно очень похоже на меня, мне, наоборот, это будет приятно. То есть, значит, я чего-то достиг. Мой уровень берут себе на вооружение. Я в основном готовлю на работе, дома, если только дочке утром сварить каши. Большинство моих близких товарищей, шеф-поваров, тоже особо не заморачивается дома. Видимо, на работе хватает. Ну и все. Субтитры создавал DimaTorzok